ну что продолжаем ребятушки м потому что тема вот мне очень хочется чтобы каждый с этим инструментом своей жизни стал счастливее и когда мне вот этот астролог мою натальную карту по сути как бы это было называлось гороскоп даже не настолько широко как натальная карта но очень многое тогда мне дал информации меня это поддерживает по сию пору та информация которую он мне тогда дал поделюсь сразу с вами вот таким приемом которому он меня научил пониманию жизни и который вот сейчас подтвердила она андреева астролог вот в нашей сейчас с ней беседе двухчасовое общение у нас было она мне устно поясняла мою натальную карту это вообще тоже очень круто то есть не просто вам составить у меня была уже натальная карта мне делала девочка как бы училась на мне тоже там полезные вещи но это было просто напечатано такой стандартной тема интересная больше не прервется девочки я не знаю прервется или нет потому что входящие звонки я не могу отключить связь потому что я не смогу тогда выйти в эфир поэтому к сожалению вот но нет ограничения на входящий трафик телефона понимаете поэтому может прерываться я человек популярный и вот я я вам сейчас поделюсь как раз тем примером как из-за которого у нас оборвался сейчас разговор пришел входящий звонок от клиента от мужчины и он не уже перевел деньги на свой заказ поэтому вот все кто сейчас смотрит эфир кто посмотрит его в записи для вас это хороший знак на прибыль этому меня научил тот астролог про которого я вам рассказываю когда я была у него на приеме рассказывал мой гороскоп ему привезли из магазина доставку большой телевизор а он работает как бы вот даже сеанс проводит на экране у него там планеты как стоят в общем визуал тоже присутствует и он по нему как-то вот все вот это вот мне рассказывал поэтому когда при вас приходят какие-то прибыли к людям вот вы например сидите с подругами или там в гостях где-то или на работе и кому-то приходит сообщение какой-то приход денег например или кому-то принесли цветы какие-то подарки то есть какой-то приход положительное что-то это вам в прибыль то есть к вам это тоже относится так или иначе вас тема прихода дохода как-то тоже коснется то есть это что-то хороших это новость хорошая информация хорошая и так далее так что берите это себе тоже на вооружение и второй прием которые вот от таких мудрых астрологов ну что разно бывает бывает просто такие общеприняты стандартные которые везде в интернете данные есть вот они легко это можно посмотреть и так далее но я думаю что многие из вас уже гороскоп свой смотрели кто смотрел гороскоп свой кто вот ориентировался по датам рождения хотя бы по дате рождения кто смотрел там там где не учитывается тоже время там рождения кто смотрел напишите там какой-то смайли поставьте или или напишите плюсик кто никогда не обращался к теме гороскопа напишите минусик прям вот нет на мой взгляд если такая наука существует этим инструментом тоже важно пользоваться особенно когда вы находите в этом какие-то фишки а вот у анны то что я увидела как и у того мариночка лебедь привет солнышко сейчас уже не лебедь но вот увидела фамилию лебедь прекрасную какую того астролога какие-то небанальные не типичные знания и и очень подачи информации есть плюсы есть минусы да кто еще своим гороскопом интересовался плюсики а кто не интересовался поставьте минусики а я вам расскажу вот прием которому еще меня прям научу тот астролог и я уже зная его мы этим с ксенией вот с нашим окружением делимся с близкими пользуемся в жизни и вот сейчас вот она мне тоже это подтвердила этому но точно это прям вот инструмент мудрецов так вот нет наталья рева тоже не не пробовала да возможно после моего повествования вам захочется потому что более глубокие информационно и это не просто вот родился крестился вот скорпиону присущи то то вот это то то и вы могли когда вы смотрели например слышали там гороскоп на день да там когда по радио где-нибудь там передают я вообще так смеюсь что у того козерога сегодня там что там внезапная радость там или приток денег или еще что-то ой много как не пользовались даже услугами астрологов да не верите в это но это нормально тоже обычно идут какие-то такие моменты жизни когда на ней неизвестность какие-то сомнения какие-то эти вот я пару раз раньше было и вот сейчас благодаря ксениному знакомству побывала еще у астролога такого которая транс как бы эту презентует информацию где просто у меня есть источники знания проходила такое обучение плюсики вижу такое обучение которого как бы но ну знаете как говорят секретные тайные знания вот это из разряда тайных знаний этого я нигде такой подачи такой презентации я не встречала конкретно к своему дате рождения к месту рождения и времени рождения вот так вот прием например у вас там у меня даже какой-то прогноз давал там на ближайшую неделю что-то как дополнительная такая информация была что такая такая энергия идет информация как будто бы но типа воевать что-то такое типа войны и лучше я вам рекомендую лучше посмотрите фильм про войну чем у вас какая-то ссора и война будет реальной жизни если у вас там по наталу или там где-то что-то ну что что-то какое-то событие предстоит проживите его трансформируйте его во что-то вот мирная да если тема например смерти в натали да там из ксении раз такие раз услышали где-то информацию про смерть или даже например мы ходили в поход на водопады здесь там много ящериц и лежат там просто хвостики от ящериц которые но это же тоже признак смерти что этот хвостик ее там срок его вышел он отмер умер она дальше побежала и ну здесь включать такую осознанность глубинную мудрость когда мы смотрим грим ну да вот она тема смерти она прошла в моей жизни я дальше поехал или например я авто мой автолюбитель и вот автолюбителям тоже такой совет что вы видите на дороге аварию я всегда стараюсь не не всматриваться вообще что там произошло если но это меня слава богу никак не касается но я себе говорю окей тема какой-то с какого-то столкновения в жизни прошла я это увидела отметила поставила галочку еду спокойно спасибо за знаки что все но в жизни это существует пусть это пройдет вот по касательно я просто это объезжаю улавливаете мою мысль вот о чем я хочу вам сказать что нашу жизнь мы можем строить вот таким образом чтобы с минимальными потерями и повреждениями проживать и и вот таким образом минимально а то что к нам приходит воспринимать это вот так максимально увидели угол понятно да да лили пишет понятно вот поэтому если кому-то нужно будет вот есть такой интерес к этой теме хоть особенно я бы рекомендовала очень бы рекомендовала дать это детям вот такую натальную карту составит для детей и если дети уже там возраста 18 лет даже там после 15 лет посидеть вот это вот все вот таким образом записывать ну оксана пишет кинжалова не принимать негатив не то что не принимать мы не можем не принять она уже есть в нашем пространстве мы уже понимать мы не можем от этого как бы все я ничего не вижу как страуса голову засунуть в песок мы же не можем этого здесь я уже вижу что есть аварии но я говорю окей да я тебя вижу я тебя понимаю я вижу что это есть в пространстве вокруг меня и это проходит как бы мимо меня когда начинают сильно охать и причитать принимать вот это ой сколько аварий там сегодня гололед и погружаться в эту тему вот через это будет притяжение вот этого негатива как оксана говорит негатива притяжения в свое пространство в свою свою энергетику то есть вы начнете вот эту энергию например аварии или какой-то там столкновение чего-нибудь или в новости кто смотрит да вы это эти вибрации захватываете в свое пространство в свое поле поэтому думайте сами решайте сами почему детям это хорошо когда я не не разумела не разумела вот вообще ничего не понимала это что происходило со мной произно воспринимала очень эмоционально трагично если бы я тогда знала что например вот тема брака у меня в жизни что этот развод который у нас был с мужем и наши партнерские отношения вот за период нашего брака как они были изначально поданы вот вообще как бы но задача души как это было прожить и что этот развод был неизбежен что это год через это происходит моя трансформация потому что то 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 и то то понимать если бы я это знала когда-то там мне 18 лет бы сказали что до тема там партнерских отношений будет вот складываться вот так не надо переживать это для тебя в любом случае благо понимаете то есть драмы такой которая растянулась на десятки лет ее бы не было потому что я бы понимала такой партнер со мной живет с какими своими жизненными задачами и какая задача у меня в этом браке прожить это таким или иным образом тема например там финансов тема через что мне приходят деньги понимаете и я и самое классное что но я просто я уже прожила много я так такое личностное саморазвитие прошла мне столько знаний внутри по своей личности по мудрости жизни и своего опыта и просто из опыта уже полученного в процессе своей жизненной практики что я уже вижу сама через что мне приходят деньги когда я в радости когда я кайфую когда я не напряжена когда я умею свою рутину превращать в интересные дела а не западать в это и гнобить себя сидеть и грустить в этом и тогда у меня точно происходит жизненный спад а когда я вот в радости восхищение вдохновение иду и даже могу делать вот столичка вместо того чтобы в грусти и печали делать вот столичка и мне вот здесь вот насыпаю по полной программе тебе возлюбленное дитя господа понимать вот это чтобы не погружаться вот здесь вот в это вот давай сейчас попашем с тобой тогда у нас будет она не получается у меня же мой натал заточен на женское получение денег пахать это не про меня когда например там пахать вот нет ни в прямом не перед носом смысле привет девочки я тоже рада всех видеть юлианочка виноградова моя тезка когда я осознала что пахать это не мое что работать на огороде это не мое и я отказалась еще будучи в браке у меня свекровь которая на огородом вот это вот знаете есть любители вот земли ковырять вот это все там посажать собирать вот для них это кайф и им через это ресурс приходит не для меня найти как сейчас гуляет такая шутка не работать это не мое вот жрать это да но это шутка а мне вот как бы мне кайфовать радоваться от жизни радоваться от того что я приношу пользу людям вот сейчас что я делаю мне два часа была сессия с астрологом голова как бы ну такая наполненная знаниями и я следом я выхожу в эфир сейчас вот тоже уже там полчаса мы с вами общаемся но я это делаю потому что это мое уже осознанное я когда-то это уже осознала что это мое предназначение это моя миссия делиться приносить пользу и мне сейчас это подтверждает натальная карта понимаете я понимаю что я иду по своему предназначению вот то что я сидела здесь вот так вот убористым почерком на семи листах записывала предназначение мне понимаете то что то что мне жизненно необходимо если бы я сидела где-нибудь бухгалтером в закрытом помещении и в рутину погрязла я бы уже собрала букет болезней для чего вот это знать понимать и осознавать свою силу свою ресурс откуда я черпаю ресурсы чтобы быть здоровыми в первую очередь потому что счастливый человек больным быть но не вне может вернее больной быть счастливым да поэтому когда мы здоровы у нас как бы но даже если там какие-то мелочи случаются в жизни фоновое состояние счастье вот оксана кинжалова пишет юлиана вас слушать очень приятно все понятно и доходчиво к слову говоря оксана спасибо вам большое за это и мне часто пишут что юлиана какая у вас грамотная речь как вы красиво говорите как вас приятно слушать как на вас приятно смотреть даже вот но включенный фильтр сейчас у меня чтоб свет был просто получше приятно да и это вот про это мне здесь было сказано что в этом мои ресурсы и я когда вам снимала например вот на днях видео про спасибо за бесценную информацию во благо во благо вот это мое предназначение представляете я его нашла и смотрите что происходит я переехала 5 лет назад вы переехала в новороссийск казалось бы я уехала с насиженного места где моя команда где мои там ну как бы но много чего там было на дальнем востоке где я жила я переехала сюда и что происходит у меня пошло все в рост мой бизнес мои как бы дела там и все прочее у меня все я я делаю вывод что у меня пошло все в рост потому что потому что я стала много делиться не только вот кулуарно как бы там своей командой там наши мероприятия национальной ветви они были и глобальные и поменьше разные там происходила моя реализация но сейчас когда я вышла на просторы интернета у меня канал youtube открылся я в инстаграме стала себя транслировать не стесняться выходить в прямые эфиры как сейчас у меня пошло все в горы потому что мой потенциал стал масштабироваться на тысячи людей не на десятки и сотни а на тысячи людей еще и по всему миру и это дает мне вот такую возвратку потому что я пошла больше более быстрым темпом по своему предназначению у каждого она свое я не говорю сейчас о том что всем нужно пойти вот туда куда-то кто-то даже начинает что-то но ничего не получается вот бьется как бы об стенку не ваше предназначение это нормально не надо драматизировать вот эти вот ситуации да где взять натальную карту подскажите пожалуйста я рассказываю о том что я была сейчас у специалиста зовут ее анна 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 андреева у нее сейчас очередь нацел на месяц вперед потому что она вот я свою натал свой ждала но про порядка недели это человек настолько добросовестно как она ведь я никому не доверю как бы создать но это делегировать невозможно она создает это все сама то есть про каждого человека и мне кажется у нее есть такой еще канал свое восприятие я вам оставлю координаты свой канал но связи с космосом я в это верю верить не верите но вот я я это чувствую и она мне об этом сказала что у меня очень развитый канал интуиции и с годами он усиливается это то что я сама стала чувствовать как я стала чувствовать вибрации как я стала чувствовать людей как я стану вот я я чувствую сейчас например состояние потока у нас в эфире я чувствую вибрации буквально телом и недавно с ксении делилась о том что я не понимала сначала причем это сложилось уже здесь вот новороссийский и я думала что это от того что но новое место я просто о нем ничего не знаю я не но тогда не только-только переехала где там в первый год и сейчас у меня это просто повторяются такие сюжеты когда я например я лежу и ночью и там в 3 часа ночи в 4 или в 5 утра то есть раннее раннее утро меня раз у меня резкое просыпание может быть у кого-то тоже такое есть и вы не знаете что с вами происходит я это для вас рассказываю потому что у ксении точно так же бывает мы когда начали с ней делиться но за разговор зашел и оказалось что у нее тоже такое есть может быть и у вас у кого-то такое бывает чтобы просыпаетесь в раннее утро и я недавно просто тоже эту информацию считала у людей вот которые духовно развиваются в энергетических потоковых состояниях что это такое вот когда мы спим душа улетела вот часто так бывает или пиши до проснулась но более того что я не только проснулась я еще чувствую этому что такое землетрясение что ли я не знаю этот край может быть тут какая-то геомагнитная зона или еще что-то я не в курсе как бы что это но место подверженное землетрясение но мы я не слышал ничего такого про это место потому что у меня тело мелким мелкой мелкой какой-то дрожью вы знаете вот и едва заметно и как будто я думал что дома нет кровать стоит ничего не трясется ничего но нигде не звенит никаких признаков землетрясения я не вижу и так несколько раз вот этого случается с какой-то периодичностью я ощущаю вот эту вот вибрацию и потом я услышала об этом вот таких вот людей энергетичных чувствующих о том что это это ощущение вибрации и вас когда ваша душа там из полета во сне до полеты во сне и на его полетала и она вернулась и вернулась немножечко резко вот когда вот такой вот резкое просыпание происходит в раннее ночное там время утренние это ну ваша душа вас разбудила может быть для того чтобы что-то запомнили из-за этого сна может быть какая-то информация там очень яркая была ну вот это просто такой резкий возврат энергетического вашего тела в тело физическое но и от этого и вы не можете уснуть потому что очень сильный заряд энергии вы может не чувствовали вибрацию но если прислушаетесь к себе сейчас вот так просыпается есть такой клуб пять утра или там клуб три часа ночи вот таких людей он существует и если вы прислушаетесь вы может быть тоже услышите вот такие вибрации не пугайтесь это не землетрясение это трясение вашего тела вот эти вот вибрации которые энергетические вы получили очень мощный посыл в этот момент и мы вот с дочерью как оказалось что вот она существует мне хотя бы стало понятно мир не перестала это пугать землетрясение это немножко страшно вот поэтому кому нужно будет нужен контакт будет вот этого астролога стоит это всего друзья мои вот это стоит на самом деле больше я ну на мой взгляд и когда-то там она говорит что после к лету там возможно будет повышение стоит это всего 2 500 2 500 мы два часа разговаривали она несколько дней составляла мою карту ну и для всех она составляет не один день ходит вот все вот в этом погруженном и под потом садится и пить пишет печатает и потом еще устно выдает эту информацию я сидела я записывала все потому что одно дело вы же понимаете да когда это вот сухим текстом написано это одно а когда тебе что-то отзывается ну какие-то важные моменты и понимание и принятие и вот на это обратить внимание на это я нам сидела себе вот у меня все потом подчеркнуто выделено кружочками что-то там обведенные какие-то двумя полосочками восклицательные знаки там и так далее то есть это такое еще дополнительное эмоциональное восприятие которое вы потом просто с текста считать не получится вам специалист объясняет и дает еще дополнительные пояснения там с энергетической точки зрения с философской с психологической вот и это по каждой теме вот по каждому по каждой сфере важной в нашей жизни это невероятного сейчас ксения присоединилась и у ксении в натальной карте вот эта связь по женскому роду и у меня точно также идет связь по женскому роду который вот ксении я уже передала генетически я вам уже не раз рассказывал о том что моя бабушка была целителем вот я подозреваю что ее мама тоже была там непростой женщиной моя прабабушка бабушка потом моя мама у меня вот эти дар есть это что передалось ксении а ксения как она сказала она как бы выше по роду идет не по роду как бы выше по своему вот этому энергетическому статусу вот даже вот это вот понимать у ксении действительно очень высокий энергоресурс который подтвержден аппаратом специальный аппарат который измеряет уровень энергии он там зашкаливал я была свидетелем просто тогда вот год назад ездили на ретрит живые и приехал на один день я говорю как будто специально для себя приехал на один день специалист который там какие-то датчики у него на руки на ноги и уровень энергетического ресурса вот этого человечества я даже после ксении садиться не стала чтобы не расстраиваться потому что у нее там просто уровень норма там 25 у нее 76 примерно вот так поэтому кто там говорил про ксению почему говорит вы вот так чувствуете почему ваши там карты ваши браслеты почему они так работают потому что заряд энергии вот такой верите вы в это не верите но те кто умеет чувствовать вы просто это считываете с поля или пишет я могу заснуть и через несколько минут вот так проснуться и как будто готова горы свернуть но еще же ночь ложусь дальше спать теперь понимаю что это такое да вот я специально вам рассказываю это как бы ну такие знаете интимные сокровенные вещи но я понимаю что что кому-то это может быть вот таким спасением когда мы понимаем что с нами все в порядке я нормальная ничего такого в этом нет это просто то что мы раньше не понимали полина пишет я тоже иду наверное на свой натал да работает все работает все во что мы верим во что то что мы готовы использовать к себе себе как инструмент вот вот это все работает поэтому кому нужно будет просто напишите мне в директе кто за в записи будет смотреть в ю тубе тоже напишите я вам скинули бы либо под видео я оставлю контакт но я вам скажу сразу что это не быстро что вы написали вам на следующий день сделали нет там уже прям очередь у меня большое вам а я не понимала и боялась вот моя солнышко про что я и говорю что для кого-то кто-то снимет свой страх так же как я боялась ну да что же я с одной стороны первое я боялась что какое-то землетрясение 2 я думаю да что ж такое три часа ночи а я уже то ли выспалась что за чего я вообще проснулась какого лешего я бы спала и спала еще даже там в пять утра я очень часто раньше просыпалась пять утра но тогда когда я работала в клинике у меня был очень высокий уровень тревожности чтобы не опоздать чтобы там печки протопить детей накормить и так далее вот это у меня тревожность меня тогда будила без будильника в пять утра а сейчас уже когда более спокойный уровень жизни я понимаю но такое тоже происходит хоть не так как тогда по-другому это вот происходит как я вам рассказал что внезапное такое пробуждение и понятно что происходит вот поэтому я рассказываю для тех у кого такие бывают сюжеты в жизни не переживайте вот это вот такие сигналы от вашей вселенной оставьте пожалуйста контакт доставлю анна андреева можете набрать и астролог она а я сейчас вот я тогда немножко даже уставшая вот после такой информации но представляете до 2 часа сидеть конспектировать интегрировать сейчас я буду интегрировать это все и знаете о чем еще она предупреждает что в течение трех дней я думаю что и больше но первое видимо активация идет такая первые три дня будут происходить определенные трансформационные процессы вашем поле и это так и есть потому что вы получили дополнительную информацию вы ее интегрируете в себя и мозг сейчас начнет по вашему наталу вот этому предназначению он начнет вам в поле накидывать необходимые для вас моменты которые вам важно будет принять и проработать для себя поэтому здесь вот но еще понимаете что вам нужно будет время вот с этим начать взаимодействовать вот со всей вот этой вот бесценной просто бесценной информации так что во благо я оставлю кому надо напишите мне в директе уже устала до чувствуете под эфиром на ю тубе прям прям напишу контакты и instagram instagram и вы в инстаграме спишитесь и все сделаете поэтому 2 500 для вас потрясающая просто работа будет сделана я даже когда я там лет десять назад к этому астрологу ходила это тогда стоило дороже на самом деле или пишет каждый ваш эфир приносит мне инсайты благодарю 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 во благо именно для этого я выхожу и у меня по натальной карте вот это то что я делала и еще не зная этого что мне важно приносить пользу пользу то есть польза это моя сильная сторона приносить людям пользу без ожидания я же это делаю вот сейчас но мне то что как бы для вас оксана пишет как вы думаете крещеным можно обращаться к астрологам как вы считаете я не даю никому разрешения или запреты но я тоже крещенная причем крестилась 30 33 года в осознанном состоянии ну вот в общем в общем это мое предназначение друзья мои служение служение астрология это наука вот вам татьяна говорит это наука это ваша дата рождения никакой мистики совершенно верно вот как раз специалист она как раз она об этом самом начале она и говорит я вам сейчас объясню что это никакая не маги это никакая не эзотерика это чистая наука и физика ну как бы наука астрология и физические законы вот положение планеты это жену физические законы поэтому это не что там что там запрещает религия да поэтому кто-то кто-то кто если где-то в вере в религии ну и вы считаете что нельзя не ходите не хотите не идите поперек себя у меня дочь тоже астролог татьяна пишет да это чистая наука чисто наука причем очень глубокая очень многогранная там столько информации а вот здесь еще дополнительная вот эта вот информация не знаю откуда у анны это есть но она просто колоссальная просто колоссальный объем энергии ну вот вот этим я хотел с вами сегодня поделиться с радостью и контакты для вас оставлю если есть какие-то вопросы рекомендации рекомендации для личного партнерства там с мужчинами партнерство какие там нужно важно аспекты посмотреть на себя для себя и но в общем ну не передать не передать двухчасовой сеанс конечно не передать но для меня это большой плюс что я теперь понимаю что где я иду по своему предназначению где мне наш на что на какие аспекты сфокусироваться посмотреть на что углубиться куда направить чем усилить свою ресурсность свою карму чем улучшить понимаете сделать себе запас запас на будущее старость проживать благодатно но это круто это круто понять вот хотя бы сейчас а если делать это вот с молодых лет это это просто делать тебе закладочку вот ну ресурсов такие оставлять себе фишечки направляющие все дорогие мои я вас обнимаю буду отдыхать переваривать и будем видеться дальше потому что это моя мое предназначение представляете мне это очень нравится меня это правда наполняет до информация просто супер ксения пишет ну ксения подтверждает что я же следом за ксении пошла к этому специалисту а ксения ксения мой проводник она мне очень дает потому что ты же мне на самом начале анна сказала что когда мою карту открыла она увидела вот нашу связку наш тебе уже 1 сделала и она увидела что твой статус в нашем родовом канале он выше моего поэтому ты для меня проводник ну мы и так это осознавали в жизни но когда это подтверждается фактами из науки принимай и радуйся вот такое и вы можете сделать например карту себе там мужу сыну там дочери маме есть но если и это важно вы будете понимать вот какие-то вот такие вот связки сильные ваши стороны ресурсные очень круто в общем и я я вдохновлена впечатлена невероятно так что оставлю всем контакты кому нужно усилиться и войти в ресурсное состояние буду рада если вам это полезно обнимаю вас дорогие целую пока